Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня тема нашего ролика звучит так. ВТБ отказал в ипотеке. Причины и что делать? Действительно больная такая проблема для многих. И вот мне бы хотелось начать с позиции банка. Что именно сам банк говорит по поводу вот этого всего? Как он отвечает на данный вопрос? Здесь в разделе частые вопросы, именно касающиеся ипотеки. Есть ответ. Каковы основные причины отказа в выдаче кредита? Основной причиной отказа является суждение банка о том, что как занятость заемщика, так и его доход нестабильный или непрозрачный. И он не сможет своевременно осуществлять платежи по ипотечному кредиту. Иными словами, отказывая, мы полагаем, что вероятность потери занятости достаточно велика, а вероятность сопоставимого трудоустройства слишком мала для надлежащего исполнения обязательства. Ну, в принципе, как бы понятна позиция, но достаточно так обтекаемо они ее обозначили. То есть, упор делается на то, что вот либо там трудоустройство нестабильное, либо может потерять работу и потом не устроиться. На самом деле, вот как бы кроме вот этого фактора, хотя он, конечно же, важен, есть еще и другие. То есть, во-первых, когда вы подаете заявку и предоставляете все документы, связанные с доходом, то есть, когда банк может посчитать ваши доходы, ну, тем более, если вы зарплатный клиент, банк загружает эти параметры в скоринговую программу. Эта скоринговая программа делает системный анализ заявителя, и он ни в какое сравнение не идет с кредитным калькулятором, который есть на сайте вот здесь. Некоторые думают, я посчитаю в кредитном калькуляторе, если все проходит, по доходу я прохожу, значит, мне и заявку одобрят. Ничего подобного. То есть, скоринг – это системный анализ, то есть, там анализируется все. Во-первых, ваш доход полностью, во-вторых, риски, в-третьих, наличие кредитов, да, потому что будет проверяться информация, будет делаться запрос в БКИ, и, соответственно, эти параметры тоже будут загружены. Ну и, соответственно, в конечном итоге, может, вот, скажем так, расчет, который делает скоринговая программа, не совпасть с вашим расчетом. И вы там думаете, что же, почему же они отказали, а на самом деле, ну, самая банальная причина, то есть, вашего дохода не хватило для того, чтобы покрыть потенциальные расходы, связанные с ипотекой. Вот и все. Ну и, естественно, начинать нужно анализ с требований, то есть, соответствуете ли вы основным требованиям. Вот здесь вот на странице, опять же, сайта, да, ВТБ по ипотеке, ну, где, в данном случае, ипотека на новостройку, требования к заемщику, гражданство, место работы, общий рабочий стаж, наличие постоянной регистрации и так далее. То есть, этим требованиям нужно 100% соответствовать, так же, как и предоставление документов. Тут ничего сверхъестественного, все это нужно предоставить сразу же. Ну и, если говорить о других причинах, да, их тоже достаточно много, но, как бы, вероятность того, что эти причины, скажем так, сработают, они чуть ниже, чем то, что я уже сказал. Например, когда вы обладаете плохой кредитной историей. Ну, это, в принципе, легко проверить. Делаете запрос, можно бесплатно запросить информацию, и, соответственно, вам БКИ предоставит вашу кредитную историю. Если кредитный рейтинг низкий, то понятно, почему отказали. В еще более редких случаях отказывают по причине неправильного выбранного объекта недвижимости. Ну, как бы, на практике редко такое бывает, потому что менеджер, он видит, да, что что-то у вас с квартирой не так, и он предложит вам выбрать другой объект недвижимости, либо какие-то варианты вам накидает, возможно, даже так. И, соответственно, отказ здесь по таким причинам он редкий, но бывает. Также среди факультативных причин отказа, недостоверная информация в заявке, которую предоставляет субъект, да. Плохая репутация работодателя, частая смена работы, то есть даже называют примерно более пяти записей в трудовой книжке уже настораживает, особенно если это за короткий период до пяти лет. Чаще раза в год меняли работу, это плохо. Судимость здесь же, да, и проблемы со здоровьем. Также работа, связанная с риском для жизни. Это факультативные причины, но их тоже отметать нельзя. Так что вот поэтому могут и отказать, и здесь ничего в принципе странного нет. Если у вас дополнительные вопросы возникли по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего.